В преддверии Дня Независимости торжества проходят по всей стране. Судьбоносная и значимая дата для Бобруйска – 29 июня. В этот день 1944-го части 1-го Белорусского фронта победоносно завершили Бобруйскую наступательную операцию, освободив наш город от фашистской оккупации. Прошло 80 мирных лет. Сменяются поколения и развивается город на Березине. Прежде всего мы должны своим трудом, своей работой крепить независимость, суверенитет нашей страны, доставшейся нам такими огромными жертвами и усилиями. Это гордость, потому что наш город расцветает с каждым днем, с каждым годом. Он становится все краше, все ярче. Мы отдаем дань памяти и, наверное, все наше душевное состояние тем, кто пал в этих боях за освобождение нашей Беларуси, за освобождение нашей Родины, за нашу жизнь, за наше молодое поколение, за то, что мы живем, радуемся этой жизни, за то, что мы видим это светлое будущее, за то, что есть память, которую мы сохраняем, которую мы передаем. Я благодарен за победу своим дедушкам. Ваш подвиг жив, неповторим и вечен. Бобруйск в этот знаковый день почтил память жертв войны и его освободителей на площади Победы. Благодарные потомки возложили цветы и венки к мемориальному комплексу, который увековечивает подвиг воинов, участвовавших в освобождении Бобруйска, и к памятнику танку на могиле командира 9-го танкового корпуса генерал-майора Бориса Сергеевича Бахарова. Минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто отстоял победу и отдал жизни за счастливое и мирное будущее Родины. Бобруйчане свято чтят память тех, кто не давал пощады врагу и завоевал победу, кто восстанавливал город из руин в послевоенное время. И в этом заслуга его жителей. Именно им в этот день прозвучали слова благодарности за развитие города от председателя Бобруйского госполкома Игоря Киселя. Именно вам в этот день хочется сказать искренние слова благодарности за развитие города на Березине. Спасибо всех с праздником! Не прерывается история поколений. Потомки хранят память о событиях 80-летней давности и гордятся достижениями страны, передают традиции молодежи, чтобы знали – наша сила в единстве и сплоченности. Сегодня очень знаменательная и героическая дата для всех бобруйчан, но и особенно, конечно же, для ветеранов, которые живут еще сегодня в нашем городе. Сегодня их 26. Хочется, чтобы все, что когда-то они завоевали, мы, живущие сейчас, все сохранили, ну и приумножили. Наш город Сызрань в 2021 году был удостоен высокого почетного звания «Город трудовой доблести». Мы также вместе с бобруйчанами чтим нашу историю, чтим память о тех подвигах, которые совершили наши воины, наши простые жители наших городов во имя Великой Победы. Ну и, конечно, мы надеемся, что наши побратимские связи непременно будут развиваться, расширяться. Мероприятие очень важное. В настоящее время главное – чтить и помнить память и подвиги наших предков, потому что без истории нет будущего. Нам очень нравится эта практика, что у вас День города отмечается с момента освобождения города от немецких захватчиков. Поэтому такая традиция, я думаю, имеет место быть и дорогого стоит. В музыкальных подарках творческие коллектива города желали мира нашему дому, счастья и солнца. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360.